Всем привет! Рад приветствовать вас на канале Миниатюра и Диорамы и с сегодняшним видео мы поговорим с вами о траве, о том как ее высаживать, из чего делать. Ролики уже были, мы не будем это рассматривать. Единственное, я обязательно приложу ссылки в описании и скорее всего выведу на экран, чтобы вы знали и могли посмотреть. Я подготовил уже сантехнический лен, окрасил его с помощью гуаши. Видео можете посмотреть на канале. И сейчас мы будем с вами его подготавливать для высадки на основании. Основание мы возьмем вот это, которое уже немного подготовлено в принципе. Но не будем на него отвлекаться, уберем его в сторонку пока. Итак, что нам потребуется для того, чтобы высаживать его на основании. Во-первых, нам нужно будет его нарезать, изначально разобрав на пучки. То есть мы берем пучки наши, за счет того, что окрашенное все это гуашью разными цветами, оно сразу изначально имеет неоднородность цвета. Это уже огромный плюс. Сразу разделяем на пучки, определяемся, какое количество нам понадобится. Если даже у вас будет немного лишнего, ничего страшного. Это всегда можно положить в коробочку и оставить, чтобы это было. Я думаю, что мне вот этого количества должно хватить даже еще остаться. Итак, берем ножницы. Разделяем еще на более мелкие пряди. И нарезаем высоту, которая нам будет необходима. Я буду нарезать где-то в районе 1 сантиметра. Где-то больше, где-то меньше. Чтобы потом это все смешать. После того, как мы все нарезали на кусочки, получилась вот такая вот куча разноцветного льна. И для того, чтобы нам теперь это использовать, начинается самый кропотливый этап. Мы отсюда выбираем кучку и из нее формируем пряди. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы наша трава была неоднородной по высоте даже в одном пучке. То есть мы берем и начинаем собирать аккуратный пучок. После приклеивания это, конечно, еще будет прореживаться, но на данный момент это выглядит подобным образом. То есть мы взяли, выбрали кучку и из нее формируем пучок. И мы можем быть уверены в том, что в данном пучке будет создаваться неоднородность. Мы можем его сформировать и отложить в сторону. Или можем сразу же приклеивать на основании. Я пока откладываю и собираю. После того, как вы собрали определенное количество пучков, или же делаете это по одному пучку, как я делаю? Я беру клеймиссов, наливаю вот в такую вот баночку для удобства пользования. Беру пучок травы пинцетом. Окунаю в этот клей. И устанавливаю на основание. Для чего я это делаю? Для того, чтобы не обрабатывать клеем основание, а промазывать непосредственно весь пучок так больше гарантии того, что он приклеится полностью. А. Когда наша трава практически вся высажена, мы добавляем еще кустиков там где мы считаем нужным так как после финальной выставки травы все равно вы будете находить момент куда вы хотели еще добавить то есть где-то создать переходы с высокой на низкую и прочее я например хочу добавить вот сюда так как считаю что здесь вот этого перехода не хватает немного зелень после высыхания нужно будет эту траву все пройти какой-нибудь расческой можно иглой все это проредить так как многие ворсинки не приклеиваются их надо будет оттуда вытащить также это делается для еще больше неоднородности таким образом мы высадили с вами весь лен но нам не хватает ярких пятен мы можем сделать цветы собственноручно или посадить который сделал 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 промышленность за нас я возьму красные цветочки подобные сделаны промышленным способом но точно таким же способом вы можете сделать их сами на одном из стримов я по моему это показывал но если вам будет интересно я могу сделать отдельное видео по этому поводу выбираем места куда мы будем это приклеивать я думаю мы сделаем здесь один кустик один куст добавим наверх и один добавим кентавру в ноги яркие пятна мы практически добавили но мне не хватает одного куста цветов где-то вот сюда потому что мне кажется что там пустовато поэтому возьмем еще белый цвет и добавим туда белый или зеленоватый я думаю давай туда зеленоватый так как белый очень сильно будет забирать на себя внимание сейчас я намажу клеем и добавим туда подобный кустик подобным образом сейчас у нас выглядит возьмем еще пару низких кустов подобных и добавим для сглаживания после высаживания травы из льна установки кустов дерево цветочков мы получаем подобный пейзаж после установки фигур которые будут еще в росписи мы можем примерно представить как это будет выглядеть всем кому видео показалось полезным подписывайтесь на новые видео ставьте палец вверх всем пока а а а а Продолжение следует...